Вот так вот надо начинать от основания ветки, большим указательным пальчиком вот так вот, быстро, 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 иди в ладошки. Чтобы добиться такого метода сбора облепихии, автор и соавтор многих ее сортов, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник НИИ Садоводства Сибири Елизавета Пантелеева, потратила более 60 лет своей жизни. Сегодня на плантации, которую институт садоводства предоставляет для сбора облепихи, нет кустарников с мелкой ягодой. В основном это сортовые растения, которые проходили тщательный отбор в ходе селекционной работы. Самая главная у нас задача превратить облепиху в неколючую культуру, потому что вот если любую отборную форму вы потрогаете, у нее нет колючек, поэтому такая песчаная колючка к нам уже не подходит, облепиха у нас не колючая, легко собирать ее, не повреждаются руки. Новые сорта превосходят своих предшественников по биохимическому составу и хозяйственно ценным качествам. Так эсель настолько сладкий, что к нему не надо добавлять сахар, а афина имеет крупный размер ягод, почти как вишня. В новых сортах больше содержания полезных для здоровья веществ. И на это уже обращают внимание медики. Приоритетным продуктом, если говорить о ягодах, должна стать смородина, а также облепиха, брусника и клюква. Это источники витамина С, которые помогут защитить организм в осенне-зимний период от респираторно-вирусных инфекций. Еще полтора года назад корейские ученые обнаружили благотворное влияние облепихи в комплексной терапии заболевших коронавирусом. По мнению медиков, таким эффектом обладают пробиотические бактерии, которые содержатся в этой ягоде. Римма Минина, Денис Кузьменко, Новости. Денис Кузьменко, Новости.